SCP-1074-RU Вы допустили потерю дорогостоящего оборудования. Объект номер SCP-1074-RU Класс объекта. Безопасный. Особое условие содержания. Фрагменты объекта находятся в контейнере для хранения нестабильных аномальных предметов на изолированном складе 15. В случае повышения амплитуды, хранитонных колебаний до порогового значения и сдерживания, сейф с объектом должен быть захоронен в подконтрольной ОВБ МОКСИ-180 «Тихое течение» по следующим координатам. SCP-EYE хранится в архиве отдела информационных технологий в ячейке 0404-2063. Доступ к носителю информации разрешен по согласованию с главой отдела. Описание. Объект представляет собой поврежденные фрагменты укрепленной боевой техники, изготовленные из сплава неаномальных металлов с примесью. На текущий момент такой не может быть получен неаномальными средствами. На них присутствуют различные надписи и отметки, нанесенные пигментом глубокого синего цвета, которые проявляют сильные меметические свойства. С 26.07.2008 детали объекта начали демонстрировать признаки хранитонного распада и не могут быть стабилизированы методами организации. Неповрежденные восстановленные детали и системы были реинтегрированы в инфраструктуру фонда. Полный список индексов доступен по запросу в отдел инженерных технологий. Механизмы, находящиеся на момент 26.07.2008 в эксплуатации, признаков распада не проявили. 30.01.195 составлено на месте отделом первичных исследований при содействии специалистов отдела инженерных технологий. Объект обнаружен в южной части моря Лаптевых 30.01.195 после известия о сильном тумане, сопровождавшемся необычным громким шипящим звуком в бухте Тикси. Предположительно, объект является единицей бронированной боевой техники, смонтированной на ступенчатую систему самодвижущихся шасси. По оси и бортам установлены замаскированные металлическими пластинами орудия неизвестного типа. Судя по размерам и конструкции, предназначены для ведения кинжального огня. Корпус продолговатый, ориентированный горизонтально. Бойниц, люков и иных средств доступа внутрь на месте не найдено. По всей поверхности объекта присутствуют многочисленные повреждения, в числе которых коррозия, пузырчатое оплавление и прямые разрезы, уходящие в металл на глубину более 40 мм. Одно из самых поздних, судя по загрязненному состоянию поверхности обшивки в месте коррозии, повреждений, приходится на место крепления верхнего левого орудия. Образовавшееся вследствие этого отверстие диаметром примерно в 5 мм, заполнено полимерной пеной повышенной плотности, что препятствует внедрению зондирующей аппаратуры. Акустическое сканирование объекта на месте выявило, что внутри корпус неоднородный, не имеет полостей, и асимметрично разделен пересекающимися металлическими опорами, которые многократно проходят сквозь неиндифицированную биологическую массу. 14.02.95. Полигон-16. Ангар. Данные собраны отделом инженерных технологий, при содействии специалистов отдела химических технологий, энергоносителей и углеродных материалов, и группы биотехнологий и патологической медицины. Шасси и внешние вооружения были отделены при помощи лазерного резака. Бортовые малые орудия не предполагают перезарядки. Боезапас интегрирован в корпус, преимущественно истрачен. Верхняя пара предположительно подходит для стрельбы очередями, патронами калибра 15 мм. Обоим и внутри имеют несколько неравных отсеков, и при вскрытии сильно пахнет озоном. Нижняя пара представляет собой гамма-излучатели, одна из батарей которых содержала остаточный заряд на 8 мегаватт. Несмотря на все защитные меры, персонал, работающий с данными частями объекта, получил ожоги третьей степени со злокачественными образованиями. Вооружение на оси напоминает вариацию используемого в периметре организации акустического лазера для динамической реструктуризации горняк с кинетическими батареями и расходом заряда, увеличенным до 4 мегаватт. Задняя, самая тонкая, 80 мм. Броня корпуса была срезана единой пластиной. Полимерная пена, полностью заполнявшая пространство кабины пилота, была вычищена под надзором биотехнологов. Раннее обнаруженная биологическая масса оказалась сильно поврежденным и покрытым опухолями, обнаженным телом гуманоида, предположительно мужского пола. Жизненно важные органы пробиты поршнями из установленных внутри пневмоцилиндров. Труп был упакован в вакуумный охлаждающий контейнер и передан к срочной транспортировке в лабораторный корпус полигона. В нижней части корпуса находится генератор без теплоизоляции. В полной сборке дополнительно закрыты от внешнего воздействия верхним укрепленным ярусом шасси. Конструкция предполагает наличие единственного пилота, который управляет машиной лежа на спине, полагаясь на продвинутую сенсорную технологию. В передней части за головой пилота расположены системы корректировки огня. Возле каждого элемента управления неопознанным пигментом глубокого синего цвета нанесены указания и пометки. Специалисты, хоть раз взглянувшие на них, приобретали мгновенное понимание работы системы, устранить которые не удалось амнезиаками А и Б. Перед лицом оператора установлены три экрана, передающие данные сенсора ближнего, среднего и дальнего действия, соответственно. Система сенсора включает в себя вариацию актуальных счётчиков Канта. На экранах отображаются объекты и зоны, отклоняющиеся от фиксированного в системе значения в ЮМ. Над экранами вручную выведено. Обстоятельства укажут события. Внутренняя поверхность корпуса оплетена чувствительной системой датчиков давления, состава воздуха и, предположительно, удалено, которые соединялись с закрытой системой объективного контроля, что активировало полимерный заряд. Небольшой аварийный компьютер, закреплённый у генератора между шасси, единственная активная система на момент доставки объекта на полигон-16. Компьютер пытался выполнять следующий шаг протокола тишина, а именно связаться со спутником организации и скорректировать маршрут до одной из ближайших точек из списка «Удалено». Все координаты соответствуют примерно серединам Тихого, Индийского, Атлантического и Арктического океанов. Остальные детали алгоритма расшифровки не поддаются, но удалось определить, что предыдущий шаг содержал список различных дат в диапазоне от 1957 до 2000 года. Обновление от 16 февраля 1995 года. Начальнику отдела инженерных технологий, витражнику АА, от ведущего проектировщика, лапелька ТЛ, служебная записка, о дальнейшей работе с объектом, доставленном 1.02.95 на полигон 16. Прошу отклонить все запросы, связанные с восстановлением доставленной технологии, в связи с отсутствием какой-либо гуманности, предусмотренной в конструкции. Специалисты провели полную диагностику всех составляющих, ползая на спинах в нечистотах по оплавленному металлу, и я могу подтвердить их заявление о том, что ни одна система не являлась аномальной согласно данным организации. За недостатком объективных данных я не могу предоставить полный детальный отчет, подтверждающий это, но все части машин имеют у нас более функциональные аналоги. Горняк, который эффективно используется организацией для раскопок, будучи направленным на человека, в худшем случае приведет к болезненной позвоночной грыже, а доставленный северообразец превратит кости и зуба в порошок так быстро, что на короткое мгновение можно будет физически ощутить, как кальциевый песок хрустит там, где они недавно были. Ведущий проектировщик Лапель КТЛ. 16.02.95 Обновление от 11 марта 95. Требуется допуск 4 уровня. Кому? Витражник АА. От. Кудряшево ЕБ. Тема. Реинтеграция. Аркадий, при учете присланных вами деталей обнаружилось, что штрих-код нанесен на каждую из них порядка 10 раз, причем почти всегда смазан или недостаточно пропечатан. Это бы не помешало сканированию, если бы приходилось на одно и то же место, а не со смещением в разные стороны. Если у вас проблемы с лазерным кодировщиком, то не вынимайте вложенный материал, пока не уверены, что пометка нанесена достаточно четко. А еще лучше своевременно извещайте снабжение о неисправном оборудовании в вашем отделе. С уважением, Кудряшева Елена Борисова, начальник административно-хозяйственного отдела научного блока. Кому? Переадресованы. ОВБ. От. Лапелька.ТЛ. Тема. Реинтеграция. Важно. Аркадий Андреевич. Лазерный кодировщик работает исправно. Мы проверили самые заметные смазанных штрих-кодов на радиоизотопы. Разница между их нанесением составляет несколько сотен лет, но согласно информации графического кода, каждый из них нанесен в 1995 году. При вас в качестве начальника отдела. С уважением, Лапелька Тимур Леонидович, ведущий проектировщик отдела инженерных технологий. 4.02.1995. Р. Полигон-16. Лаборатория. Данные собраны отделом биотехнологии и патологической медицины при содействии специалиста отдела автоматизированных систем обработки информации и управления. Тело, доставленное из ангара, принадлежит мужчине средних лет. На всех тканях присутствуют злокачественные опухоли. Ни одно новообразование не препятствовало естественным биологическим функциям. Различные протоки и соединения внутренних органов подверглись соответствующей реструктуризации, которая, судя по всему, происходила естественным путем. Металлические стержни прошли сквозь тело субъекта, раздробив его челюсть, пробив оба легких, правые предсердия и желудок, не задев печень. Левый глаз заменен имплантантом в стеклянной оболочке, под которой на поверхность нанесен сложный графический код из черных и белых точек. Сканирование показало, что внутри импланта находятся продвинутые электронные устройства с большим количеством тонких золотых деталей. Осмотр костей черепа и ткани головы выявил, что около полугода назад субъекту была проведена грубая лоботомия. Кожа на спине оплавлена, отсутствует больше 90% покрова. В нижней части тела начался сепсис. Вследствие попадания на ожоги каловых масс субъекта. В скрытии послойное отделение ткани выявило, что некроз пораженных сепсисом тканей происходил внутри и был успешно изолирован иммунной системой организма. От здоровых изменено функционирующих тканей. Причина смерти – острая кислородная недостаточность в результате попадания полимерной пены в дыхательные пути. Обновление от 2 марта 1995. Данные скопированы с извлеченного из тела субъекта микрокомпьютера. В избежание создания пустых записей носитель информации далее SCP-EYE с данных хранения в архиве информационных технологий. 187-441.8 Зеленая трава Возвращенный Сэндай Клиент В-0104 Ю Полмужской Возраст 47 лет Примечательные навыки отсутствуют Нарушение общественного порядка Чрезмерно возбужденным поведением Несанкционированное владение технологиями фонда Причинение обонятельного расстройства сотруднику службы фонда Санкционирована подготовка субъекта по программе F-07 187-469.2 Зеленая трава Новый Сидней Подтвержден приемлемый уровень обулии Патологии строения не выявлено Без ограничения для дальнейшей обработки субъекта Перевод в капсульный барак в ожидании назначения 187-823.2 Красные линии Внутренняя Монголия Принят на месте дислокации МОК Лямбда-7 штраф Бат Запрос на обработку субъекта составом HTD 187-899.3 Красные молнии Внутренняя Монголия Подтверждено повышение уровня ЮМ для входа в зону Черной Луны 187-946.5 Черная Луна Боевая единица МБИ-ТРАВИ подготовлена для направления на северо-запад Восприимчивость клиента к составу Е8 подтверждена Лояльность абсолютно Минус 328-095.0 Ошибка формата данных Белое небо Полигон 16 Минус 328-116.4 Ошибка формата данных Белое небо Полигон 16 Обращение Минус 328-144.3 Ошибка формата данных Белое небо Зона 7 Тест Минус 328-165.2 Ошибка формата данных Белое небо Зона 7 Копирование данных требуется допуск четвертого уровня. Кому? 180J.V.1.4. От кого? 55J.V.1.4. Тема. Потери кадров по 1074. Я только что изъял документы на 6 одобренных экспедиций по координатам, полученным из аварийного компьютера 1074. Везде одно и то же. Они посылают запрос, когда замечают на записях что-то металлическое, быстро скрывающееся под водой, о чем даже не вспомнят уже к тому моменту, когда выезд одобрят. Потом кто-то находит запись об экспедиции, которая якобы так и не состоялась, и снова отправляют туда новых людей. Предлагаю или выдать им нормальные мнестики для исследования, или устранить все упоминания и знания об информации с того компьютера. В противном случае организация так и будет терять людей в незапоминаемых цикличных исследованиях, до самого 2000-го как минимум. Говяжий КД. Ответственный за течение временных линий. Отдел временной безошибочности. Обстоятельства укажут события. Кому? 55 jway.1.4. От кого? 180 jway.1.4. Тема. Потери кадров. Рассматривается возможность внести зоны по этим координатам в базу данных организации, как самостоятельные объекты, но это в любом случае произойдет не раньше, чем мы зафиксируем там на дне точное количество единиц техники, пригодных к дальнейшему использованию. Все вовлеченные сотрудники сейчас занимаются именно этим, но если вам необходимо больше сил, чтобы вовремя обрабатывать нежелательную документацию, то я посмотрю, что можно сделать. По скриптам. Не вносите, пожалуйста, самостоятельные изменения в подпись. Начальник отдела временной безошибочности. Во время вскрытия субъекта дали обозначенного как SCP-1074-D. 13 февраля 1995 года. После очистки дыхательных путей отдельные альвеолы открытых легких расширились. Появилась реакция зрачков на свет. Данные о возобновлении жизнедеятельности гуманоиды изъяты из общего документа. Дневник наблюдения за состоянием SCP-1074-D в совмещенной медицинской камере хранения. 25.02.95. Объект самостоятельно не предпринимает никаких действий, но выполняет любые команды сотрудников. Из-за поврежденной головы речевого аппарата не может говорить или иным образом формализовывать свои реакции, но явно демонстрирует воодушевление при виде символики организации. Благодаря усиленному делению клеток, его организм в состоянии компенсировать функциональность поврежденных органов, получив достаточный веществ даже от внутривенного питания. 11.03. Ранения на торсе и голове полностью закрылись полупрозрачными темными кератиновыми пластинами. Кожистая поверхность шеи и груди покрылась круглыми отверстиями диаметром не больше 5 мм, которые соединяются с трахеями и легочными тканями. Объект постоянно передвигается по камере содержания, агрессивно реагируя на попытки его остановить или одеть. От питания отказывается. После того, как вентиляция в камере была усилена в 4 раза, SCP-1074-D остановился и позволил провести осмотр. Как только исследователи покинули помещение, объект продолжил движение вдоль стен камеры с меньшей скоростью. 18.03. В очередной раз, не приняв питания от исследователей, объект оттолкнул наблюдателя и выбежал в коридор. Не обращая внимания на выстрелы, SCP-1074-D на стика убил D-8012. Тот сопровождался сотрудником службы безопасности на эксперимент с... Удалено. После инцидента объект позволил отвести себя обратно в камеру содержания, где употребил предложенные ранее продукты питания, складывая их в эластичные отверстия на белой линии живота. Полость между диафрагмой и брыжейкой теперь является открытой пищеварительной камерой. Печень и селезенка закреплены на внешней стороне брюшнины, между листками брыжейки. Замечено, что ранние кислоты в пищеварительной камере не вырабатывались. Эксперимент с живой курицей подтвердил предположение о том, что факты мероприятия существа активируют запуск пищеварительных процессов. 21.03. Глаз SCP-1074D затянулся светочувствительной пленкой. Ориентация в пространстве происходит благодаря движению воздуха через пористую структуру выступающих костных тканей. В связи с потерей зрения, субъект больше не может самостоятельно отличать сотрудников организации. Исследователям предписано громко озвучивать свое имя и положение, прежде чем войти в камеру. После процедуры кормления, SCP-1004D впервые продемонстрировал недовольство и сожалению касательно своего состояния. Он вынул свои почки через диагональные щели между ребрами и положил их на металлические подносы, предварительно аккуратно сдвинув медицинские приборы. Вскрытие одной из почек показало, что внутри она развивается в самостоятельный организм, регенерация которого быстрее и эффективнее, чем у SCP-1074D. После сбора данных и заморозки клеточных образцов, почки помещены в резервуар с соляной кислотой для дальнейшего хранения. 28.03. Поведение субъекта крайне агрессивно, реакция на речь отсутствует. После нанесения повреждений, достаточных для обездвиживания SCP-1004D, удалось выявить, что нервные волокна от лопных долей проросли обратно в мозговое вещество. Останки SCP-1004D подвергли шоковые заморозки и переданы на хранение в склад опасных биологических материалов в зоне 7. Дополнение от 06.07.2008. В базе данных обнаружилось полное совпадение слепков гомологичных хромосом SCP-1074D с новым объектом, доставленным в зону 19. Весь имеющийся биологический материал, был перемещен под контролем сил группы Тихое течение. В целях экономии и эффективности условий содержания, останки SCP-1074D присоединены к материнскому организму. Кому? МОКСИ-180 Тихое течение. Адресов 55. От кого? 180JWay.1.4. Тема. Правильные события. Я знаю, что многие из вас обеспокоены будущим, которое открылось там в связи с обнаружением этого объекта. Все, о чем я хочу вас просить, продолжать смотреть и не отводить взгляд. Смотреть в будущее настолько далеко, насколько позволяет болевой порог. Если вы будете смотреть достаточно внимательно, то обнаружите, что посреди всего этого ужаса, разрушения и смерти, фонд продолжит свою работу. Помните, коллеги, что на протяжении всего времени не было момента, когда человечество процветало среди аномалий, и мы полагаем, что такого момента не будет в будущем. Но если где-то там, в неизбежном грядущем, за мертвыми телами, пожарами, среди пыли, крови и гноя, если где-то там можно будет рассмотреть знакомый символ с тремя стрелами, значит мы с вами создаем правильное будущее. Начальник отдела временной безошибочности.